Каждому человеку при рождении дается имя, в котором заключен особый смысл и который откладывает определенные отпечатки на его характер. Имя Сергей, к примеру, или Сергий, как оно звучало в Древней Руси, означало высокопочтенный, уважаемый. Считается, что мужчины с таким именем рассудительны, уравновешены и независимы. Добрый день, уважаемые участники торжественного собрания. Встретиться в одном месте сразу 36 тезкам доводится, наверное, нечасто, но это произошло. В городце на торжественном собрании под названием «Слава, Дух и имя России». Традиционно такая встреча проходит в рамках Дней памяти святого благоверного князя Александра Невского. И на ней чествуют самых достойных жителей районов, входящих в состав городецкой епархии. Тех, кто вносит вклад в развитие своей малой родины. Изначально это были люди, носящие имя Александр. В прошлом году дань уважения отдали Николаем. На этот раз в зале собрались Сергея. И не случайно. 8 октября этого года Православная Церковь отметила 625-летие со дня представления преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий появился именно в такое чашкое время, когда татары заполонили почти все пределы Руси, когда междоусобие князей доходили до кровавых побоеч, когда бесправие, татарское насилие и грубость нравов грозили русскому народу совершенной гибелью. И у нас с вами есть большой повод задуматься о подвигах, которые совершали великие князья. И пусть участники торжественного собрания великих подвигов в масштабах страны не совершали, но добрых дел, которые они делают не ради наград, а по зову души и сердца в их копилке хватает. И это не зависит от рангов и чинов. В этот день дипломами во славу имени и ваших дел наградили и руководители территорий, предприятий, организаций, и священнослужители, и рядовых жителей. Всем им, по их же словам, трудиться на благо людей и оказывать им ту или иную поддержку помогает в том числе и имя. Ангел-хранитель, наверное, каждому помогает в жизни. Кто верит в Бога и что есть, именно ангел-хранитель. Не важно, Сергей это будет, либо Анна или кто-то. Ангел-хранитель именно ведет по жизни и помогает во всех его добрых делах. У меня был брат, родной Сергей, но, к сожалению, он рано очень умер. И родители мои решили все-таки свою фантазию оставить. И имя мне дали тоже Сергея. Я считаю, что я сейчас проживаю и свою жизнь за себя, и, возможно, за моего старшего брата. Поэтому, я думаю, мне это очень здорово помогает в жизни. Какая-то двойная ответственность, двойное, как бы сказать, желание жить, желание творить, работать. О том, что добрые дела помогают сделать хоть чуточку счастливее тех, кто нас окружает, говорили многие из присутствующих в зале. Совершая добрые поступки, мы доносим радость и тепло, свое внимание к тем, кто в этом нуждается. Делать добро нужно, чтобы жизнь других людей стала лучше.